Здравствуйте, приветствую всех на очередной встрече, финальной в этом году встрече экспертно-анатического клуба. И прежде чем приступить к представлению наших спикеров, и прежде чем сказать, о чем мы сегодня вообще будем говорить, я бы хотел в связи с недавними событиями зачитать письмо от команды пресс-клуба. Пресс-клуб остается верен принципам заявления команды. 22 декабря в Беларуси под пресс попал пресс-клуб, который пять лет вносил вклад в развитие медийного сообщества, продвигал журналистские стандарты, был дискуссионной площадкой. Сотни лекций и мастер-классов прошли в стенах пресс-клуба, своими знаниями и опытом на наших мероприятиях делились эксперты с мировым именем. Мы помогли реализовать десятки инициатив, направленных на развитие качественной журналистики в Беларуси. В нашей работе мы всегда руководствовались принципами прозрачность и законность, солидарность и открытый диалог. Каждый день мы работали над тем, чтобы укреплять медийное сообщество, выстраивать эффективную коммуникацию между разными акторами, бизнесом, чиновниками, гражданским обществом, представителями медиа. Пресс-клуб всегда был солидарен с журналистами и медиа, которые оказывались под давлением за свою профессиональную деятельность. Пять лет мы открыто работали, не пряча скелеты в шкафу. Наши партнеры, коллеги и друзья доверяют нам, и это бесценно. Юлия Слуцкая, Сергей Ольшевский, Алла Шарко, Сергей Якупов, Петр Слуцкий – профессионалы с большой буквы. Созидатели, а не разрушители, принципиальные, творческие, открытые, влюбленные в свою работу в Беларусь, стандартные журналистики, медиа. Сегодня наши коллеги задержаны, для них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты предпринимают все возможное в рамках закона, чтобы освободить своих подзащитных. Мы уверены, что арест представителей пресс-клуба – это ошибка, и рассчитываем, что после честной, открытой проверки всех фактов наши коллеги будут на свободе, а уголовное дело будет прекращено. Сейчас у следствия есть шанс поступить по закону и не запускать очередное политически мотивированное преследование. Мы благодарны всем, кто высказывает слова поддержки пресс-клубу и нашим задержанным коллегам, которые, вероятно, встретят Новый год в камере. Теплые слова можно отправить по адресу. СИЗО 1, улица Володарского, 2, Минск, 220-030. Не забудьте вложить обратный конверт с маркой. Кому? Юлия Витальевна Слуцкая, Сергей Сергеевич Альшевский, Алла Вячеславовна Шарко, Сергей Сергеевич Якубов, Петр Александрович Слуцкий. Письма можно отправить и через онлайн-сервисы. Письмо Бел и клеточку Орг. Солидарность – наша сила. Пресс-клуб продолжает работу и остается верным принципом. Сейчас к нашим основным целям добавилась еще одна – освободить наших дорогих коллег. Спасибо. Итак, последнее в этом году заседание экспертно-аналитического клуба. Итоги 2020 года и прогнозы на 2021. Напоминаем, что мы ведем видеозапись дискуссии. Также напоминаем, что Chetam House Rule при этом у нас никуда не делся. И он применяется по предварительному уведомлению. Поэтому, если вы хотите сказать что-то, что не должно попасть в запись этой дискуссии, пожалуйста, перед тем, как вы скажете фразу, сообщите, и мы поставим запись на паузу. И таким образом ваш фрагмент в видеозапись не попадет. Также напоминаю, что у нас есть синхронный перевод. Поэтому, если вам удобнее слушать то, о чем мы будем говорить по-английски, вы можете выбрать это в настройках Zoom. Вот. И хотел бы представить наших сегодняшних спикеров. Это Андрей Казакевич, доктор политологии, директор института политичная сфера. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Это Александр Добровольский, старшеполитический советник Светланы Тихановской, руководитель Восточноевропейской школы политических исследований. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Артем Шрайман, политический аналитик, приглашенный эксперт Московского центра Карнеги. Артем, привет. Добрый вечер. Катерина Барнукова, доктор экономики, академический директор Бюрок. Здравствуйте, Катерина. Добрый вечер. Геннадий Коршунов, кандидат социологических наук, экс-глава Института социологии на Беларуси. Добрый вечер, Геннадий. Здравствуйте, Окрагин. И Анатолий Паньковский, редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение» и белорусского ежегодника. Здравствуйте. С наступающим всех. И вас также. Так, ну давайте тогда пойдем по нашим вопросам сегодня. Вот первый заявленный у нас вопрос был. Это что можно назвать главным достижением Беларуси в 2020 году, а что главным разочарованием. И я бы хотел начать с Андрея Казакевича. Андрей, пожалуйста, вам слово. Ну, самое главное достижение, это, конечно, ну, с моей точки зрения, да, консолидации с организацией белорусского общества. За этот год мы видели то, ничего не видели за всю историю независимой Беларуси. И по количеству того, сколько людей были включены в различные общественные кампании, в политическую активность, ну и в итоге в протестную активность. Это, конечно, достижение, которое, наверное, на многом лет вперед определит политическое развитие Беларуси. Ну и, с моей точки зрения, оно абсолютно позитивное, так как закладывает хорошую основу для, ну, для демократического развития, да, для современного, построения современного общества, современной экономики Беларуси. Если говорить про самое большое разочарование, то оно связано с властью. Понятно, да, то есть стремление к власти, авторитарной власти сохраниться, понятно, стремление авторитарной власти сохранить свои привилегии, финансовые ресурсы там и так далее. То есть в этом, наверное, нет ничего такого неудивительного, не разочаровывающего. Но разочарование связано с тем, что, имея огромное количество ресурсов, механизмов влиять на ситуацию и политическую, и общественную, и через деньги, и через исполнительный аппарат, и через специальные службы, в итоге власти стали использовать просто самые простые, в общем-то, примитивные стратегии, и стратегии короткосрочные, которые, может быть, дают какой-то временный эффект, что касается сохранения власти, но являются абсолютно разрушительными, что касательно политических институтов, социальных институтов в обществе, доверия к власти и государственным органам вообще, к правоохранительственным органам и так далее. Вот, наверное, все пока что. Спасибо. Ну, давайте тогда, да, в порядке, как было заявлено. Александр Ольгертович, тогда какое ваше мнение? Что можно назвать главным достижением Беларуси в 2020 году, а что главным разочарованием? Я бы сказал, что главное достижение находится не в таком, каком-то, на мой взгляд, институциональном плане, что там создано что-то, там какие-то структуры появились, а в таком ментальном изменении белорусского общества. Я вот могу назвать всем признаков этого, что появилось у людей, это чувство собственного достоинства, чувство ответственности и надежда. Вот эти три вещи вообще могут смести все, соответственно, важно, какая у них интенсивность, надежда немного угасла в последнее время, но она не исчезла. А вот дальше, что появилось в обществе, это чувство гражданственности, и тут одно из главных противоречий того, что произошло. Лукашенко через несколько лет после прихода к власти начал воспринимать страну как свою собственность, и люди долго с этим мирились. Но вот сейчас люди предъявили претензии на то, что они являются хозяевами, они граждане, они подданные и имеют право на управление государством. Фактически вот это противоречие сегодня характеризует полностью эту ситуацию. Лукашенко до конца не понял, как так взбунтовались люди, которые вроде бы признавали, что он имеет такое право. То есть чувство гражданственности появилось. Еще появилось стремление ценить свое. Это очень важно. Возможно, этому не передают большого значения. Мне кажется, это признак появления полноценной нации. Когда свою историю, свою символику, своих музыкантов, своих деятелей культуры, своих спортсменов люди начинают ценить больше, чем еще год назад, когда все смотрели на российскую попсу, на российскую литературу, на что-то такое, которое не наше. А наше считалось не вполне полноценным. И это очень важно. Появилась солидарность и появилась самоорганизация. Это то, что случилось и то, что является достижением. Изменилась страна. Изменилось общество, изменилась страна. А мое главное разочарование, наверное, как юриста в большей степени, это правовой дефолт. Это моральное падение всех юристов, которые работают на государственных должностях. Практически единицы из них ушли в знак протеста против того, что происходит. И то не сразу. А то, что закон больше не соблюдается, закон больше не действует в стране, как-то продолжает устраивать большинство юристов, которые находятся в Верховном суде, в других судах, в прокуратуре, в Министерстве юстиции. И вообще это позор для профессии. Спасибо. Артем Шлайбман. Да, мы здесь все говорим примерно об одном, мне кажется. И поэтому я тоже здесь не буду оригинален. Добавлю, наверное, такой оттенок, что меня порадовало и считаю важным достижением, то, что белорусское общество не приняло предложенный ему язык разговора со стороны власти и не стало отвечать насилием на многомесячное насилие. Я знаю, что многие украинские и российские коллеги часто критикуют белорусский протест за то, что он слишком мирный и незубастый. Но у меня другое убеждение. Я считаю, что для долгосрочной траектории развития страны лучше, чтобы победа была... И в принципе любая трансформация, победа или не победа, даже не об этом речь. Любые трансформации проходили минимально кроваво. Тогда они будут и более органичными, и более устойчивыми, и их последствия будут менее кровавыми в обратную сторону. Поэтому, мне кажется, это здорово, чтобы белорусское общество показало такую свою черту. Главное разочарование, я думаю, оно тоже, конечно же, на стороне правящих элит, но оно у меня немножко о другом. Оно у меня о том, насколько мы все недооценили, с одной стороны, степень такого морального релятивизма, то есть способности значительной части напрямую незавязанных людей в репрессиях, которые сами не били дубинками других людей, рационализировать свое продолжение своего нахождения в государстве. То есть это не я, я не ОМОН, я работаю тут рядышком. И мы вот как бы стали очень четко понимать примерно, как работают элитарные системы прошлого века. Это примерно 7 миллиардов. Мне кажется, у меня немножко пропадает соединение. Да, Артем, когда прерываешься. Да, я прошу прощения. Я говорил о том, что мы увидели, как многие сотни тысячи абсолютно морально здравых и трезвых людей, никаких-то там психопатов и социопатов, находят тысячи оправданий, почему они могут продолжать находиться в госаппарате, который ежедневно, еженедельно совершает столько преступлений. Потому что это не я делаю, это делает человек из другого ведомства. Это интересный такой защитный механизм, и я думаю, его нужно будет изучать очень долго и социальным психологам, и политологам, и всем остальным. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все недооценили, это еще одно разочарование, степень информационного такого пузыря, в котором живут люди, находящиеся во власти. Потому что там не все осознают ту же реальность, которую осознаем мы. То есть есть те, кто находят себе причины оставаться, все понимая, а есть люди, которые не понимают, которые живут в действительно своем вакууме, и люди, которых мы раньше в том числе считали достаточно там прогрессивными, образованными, живущими с нами действительно в одной реальности. Оказалось, что нет, оказалось, что групповой такой племенной интерес, такой группфинг оказался намного более серьезным движущим фактором. И это тоже, пожалуй, разочарование. Оно разочарование с двух сторон. И моральное, то есть мне как человеку это за это очень неприятно, и аналитическое. Мы этого не видели. Ну, по крайней мере, и я. Спасибо. Катерина Барнукова. Да, я попытаюсь придерживаться экономики. И мне очень сложно, на самом деле, в экономике в этом году найти какие-то достижения. Да, у нас очень низкий спад ВВП, учитывая все обстоятельства, но очень тяжело назвать это достижением, когда мы все знаем, например, что это, скорее всего, добыто количеством тысячами дополнительных смертей, которых можно было бы избежать. Поэтому в основном разочарование. Самое большое, это, наверное, то, что в кризис власти очень быстро вернулись к своим каким-то стандартным, привычным им практикам, политикам поддержки выпуска с помощью госпредприятий. И вообще в кризис все внимание властей, оно было обращено на поддержку, в первую очередь, госпредприятий. Ни людей, ни частного сектора. Мы нашли более чем полтора миллиарда рублей на поддержку реального сектора, напрямую из бюджета, да, но на какие-то социальные вещи мы денег не нашли. Это большое разочарование. Я думаю, многие белорусы со мной тут согласятся, и это был такой один большой момент разочарования для всех. Ну и, конечно, присоединюсь ко всем, кто говорил о том, что разочаровали власти своей моральной стороной. Меня тоже разочаровывают технократы тем, что они сейчас на данный момент ставят макроэкономическую стабильность выше, даже, опять же, даже смотря только на экономику, выше, чем долгосрочный экономический рост. Спасибо. Геннадий Петрович? Или не можно просто Геннадий? Геннадий. Хорошо, спасибо. Относительно открытий, для меня главным открытием этого года стало то, что можно назвать горизонтальной революцией, в которой совместилось, на самом деле, много планов. И если обычно мы говорим о политических вещах, о политическом кризисе, мне представляется, это только самая верхушка айсберга, айсберга, потому что гораздо более глубокие тектонические сдвиги произошли, потому что на поверхность вышли социальные последствия цифровизации, которые в том числе порождают изменения и в социально-экономическом плане. Это в том числе и рост количества представителей частного сектора. Оттуда же в каком-то смысле и изменение ценностной структуры, цифровизация один из факторов, оттуда же и возможности самоорганизации, которую мы увидели. Это один момент. Второй момент – это становление гражданских инициатив. Я пока не говорю про гражданского общества, хотя много про это говорят. Почему не говорю? Потому что мне представляется, что то, что сейчас формируется, это новая социальность как таковая. И элементы, которые по привычке можно назвать элементами гражданского общества, это нечто уже совсем другое, это будет другой уровень. Я думаю, что Запад на нас смотрит с огромным интересом именно в том числе и потому, что на интуитивном уровне они ощущают вот это нечто абсолютно новое. Потому что создаваемые коллаборации районного уровня очевидно, что это предпосылки для возникновения неких новых механизмов местной власти. Но они работают совсем не так, как в традиционном обществе. Корпоративные чаты очевидно, что они могут вырастать впоследствии в некое подобие, скажем, профсоюзов. Но они тоже работают на других основаниях, совсем по другим принципам. И то, что сейчас делает белорусская диаспора, скажем, с формированием неких альтернативных платформ, которые теоретически могут выступать как параллельные государственные институции, это тоже нечто феноменальное, чего не было. Это вот относительно открытий, действительно, но это начало открытий. И мы еще действительно будем осознавать и доделывать то, что сейчас начато. Относительно разочарований, это, вот как Артем сказал, в том числе и аналитическое собственное разочарование, это недооценка ригидности массового сознания, недооценка его закапсулированности и желания видеть только то, что видишь. И это касается не только представителей власти, но и рядовых граждан. Потому что у меня было представление, что та огромная коллективная травма, которая случилась, она дойдет до всех. Ну, скорее всего, с информационной точки зрения она дошла. Но барьеры, которые люди выставили, вот эта вот ригидность, сопротивление изменению, страх менять что-либо, для доброй части населения он оказался сильнее той травмы, которая была нанесена. Спасибо. Спасибо. Ну и хочу передать слово Анатолию Паньковскому. Анатолий, вот вы в одном из прошлых, на одной из прошлых встреч эксперт-аналитического клуба давали ваши рекомендации стейкхолдерам. Возможно, вы сейчас можете пояснить, кто из стейкхолдеров прислушался к вашим рекомендациям, а кто не совсем, соответственно, кто разочаровал, а кто... Я уже забыл, какие советы давал, там, надеюсь, не очень глупые. Я хотел бы сказать, что год был аномальный. И одни аномалии сменяли другие, поэтому многие забыли уже о тех глупостях и достижениях, которые общество и государство совершило или достигло. Допустим, вступая в диалог с Екатериной, вот хочу напомнить, у нас было достижение в начале года, мы получили американскую, норвежскую и азербайджанскую нефть. Вот. Будь это год, как год, обычный год, мы бы терли эксперты это полугода. Но началась пандемия, подписная революция, выборы, и все уже благополучно об этом достижении забыли. Вот. И если все-таки обобщенно пытаться что-то вычинить, то да, горизонтальная революция, какие-то социальные изменения, бурный рост гражданского общества, инициатив, необыкновенно длинный протест, немыслимый для нас до сих пор, и так далее. То есть все это да, да, и да, и это какие-то грани масштабного процесса, который, возможно, можно было в терминологии Дугласа Норта назвать начавшимся переходом от естественного государства к государству открытого доступа. Вот у него есть такое понятие естественное государство, перекликается с понятием ГОПСа, вот, у которого есть естественное состояние войны всех против всех, вот, и, с его точки зрения, 75-80% государств сегодня по-прежнему естественное. Беларусь, просто в ней началось что-то такое, что, возможно, при благополучном сценарии приведет нас в другой реальности. Что касается разочарования, это даже не власть, это государство. Я имею в виду даже, кстати говоря, не нашего картонного тигра, а в целом государство, которое во время пандемии, на мой взгляд, продемонстрировало во всем мире даже более сильное государство, что они плохо справляются с производством продукта, которое должно поставлять, так сказать, имея такие огромные ресурсы, безопасность. Я вот смотрел недавно фильм «Гринландия», а до этого 2012. Суть в том, что наступает какая-то глобальная катастрофа, когда там падает, например, астероид. И государству что надо сделать? Во-первых, отфильтровать каких-то полезных людей и спрятать их, например, в бункере, для того, чтобы пережить глобальный вот этот апокалипсис. Так вот, у меня такие грустные наблюдения, я пришел к выводу, что человечество себя не спасет. То есть оно свалится либо на первом этапе инфильтрации полезных людей, либо на втором доставке их в безопасное место. Вот. А к нашему государству, конечно, надо добавить абсолютно вот этот, как все уже ведущие отметили, аморальный характер, какой-то правовой дефолт их поведения. И, собственно, все. Спасибо. Так, ну к нам присоединился еще Вадим Можейко. Вадим, привет. Включайся, может, давай второй вопрос ты. Да, Антон, привет. Спасибо, что начал, пока я пробирался через Минские пробки. Да, в основном, предоставим вопросам, не могу не присоединиться к тому, что уже звучало, по поводу пресс-клуба, по поводу, безусловно, моей солидарности со всеми друзьями и коллегами. Мне кажется, наше сегодняшний дискуссия, это в том числе такой самый в моральном смысле важный ответ на вопрос, что делать в случае репрессий, это максимально двигаться по своей траектории и не позволять никакой репрессии разбивать наши планы. Потому что у меня одна из первых мыслей, когда я думал уже в практическом плане, что мы будем после всего этого делать, была в том, что, ну нет, мы точно не должны позволить эти люди помешать нам подвести итоги года. Что вообще такое? Поэтому, помимо всего прочего, я думаю, мы будем думать над тем, как, не зря ни на что, нашу работу продолжать. Поэтому, действительно, спасибо, было очень интересно сейчас, пока мы обсуждали достижения и разочарования. И, конечно, любые итоги этого года мы поняли, что бессмысленно пытаться говорить о том, что было самым важным, потому что ответы на вопросы слишком очевидны. Поэтому, мне кажется, было бы интересно обсудить, что было важным помимо выборов, протестов и коронавируса. Потому что эти факторы много раз уже обсуждены, но часто бывает, когда действительно, вот как я Анатолий вспоминал про альтернативную нефть, которую все уже в многом забыли, но нефть, может быть, и не стала неактуальна, потому что где же теперь эта нефть? Но, может быть, много произошло каких-то, или не много, но какие-то важные вещи, которые, как вам кажется, за 2020 год были важны, но просто потонули в потоке каких-то мейнстримных тем и, может быть, не проникли в топы новостей без ковидом и протестами. Поэтому давайте, наверное, может быть, в том же порядке и продолжим. Что, мне кажется, важно выделить за 2020 год, помимо основных наших тем? Андрей, что ты думаешь? Что важно? Сначала важно включить микрофон. Да, это важно. Андрей, мы тебя еще не чуем. Спасибо. А вы, по-моему, включили звук принудительно? У нас же все-таки белорусская дискуссия. Антон, если готов взять на себя роль авторитарного лидера дискуссии, попробуй включить. Пока мы не слышим даже тебя. Да, я пытаюсь себя. Сейчас вот найду, конечно, Андрея. Попытаюсь его запретить ему выключать микрофон. Но пока что, мне кажется, Андрей вообще как-то вывалился из нашей дискуссии. Поэтому, возможно, давайте продолжать. Не подключиться тогда, да, Александр. А вот, кстати, он переподключается. Может быть, мы можем 5 секунд подождать. Ну давай, раз переподключается, интересно. Андрей? Не выключайте, пожалуйста, себе микрофон больше. Хорошо. Стараемся. Вадим, еще раз напомню. Да, в чем вопрос? Да, вопрос, какие еще важные события в 2020 году, кроме выборов протестов коронавируса? Что прошло незамеченным из важного? Что еще? Незамеченный и важным. Что бы мы здесь обсуждали, если бы у нас представим не было ни коронавируса, ни выборов? Ну, я думаю, послав Соединенных Штатах бы обсуждали. И вообще, как бы, нашу такую позитивную динамику в отношениях с Соединенными Штатами, которая, в общем-то, сорвалась только исходя из от того, что были все эти политические события. Ну, даже, даже, не знаю, как-то все так, как-то уже смотрится как-то игрушечным по сравнению с теми вот вещами, которые ты назвал. Ну, понятно, да, что все, наверное, в этом фоне сложно. Это посмотрим. Может быть, Александр, может быть, у вас есть что-то, что-то добавить, что вам кажется, было в этом году еще важным? Я как раз попытался говорить не о том, что писали в новостях, а о том, что, на мой взгляд, глубинные изменения произошли. Вопрос в том, что было причиной, что было поводом. Я считаю, и выборы, и ковид были поводом. А глубинные причины, которые зрели в обществе очень давно, вот этот конфликт между подходом к государству как к личной собственности и к желанию все-таки чтобы людей уважали и привел к тому, что появилось и чувство собственного достоинства, прорвалось через все запреты и чувство ответственности, и надежда появилась на перемены, и чувство гражданственности, которое является по противоположностью этому подходу. к государству как к своей в отчине. Так что, чего-то другого, более важного, я не нахожу, что, то есть, скользу от нашего внимания, возможно, оно есть, но, мне кажется, именно вот эти процессы, которые пришли к таким результатам и стали символом того, что Беларусь уже не то государство, которым было раньше. Спасибо, Александр. Артем? Да, ну, я думаю, что важнейший процесс, который, он очень, кстати, связан с главными, поэтому невозможно ничего вычленить, это как, ну, пытаться, пытаться найти что-то, на что не повлияло пандемия, но на все повлияло, наверное. Тут то же самое, протесты и репрессии, они повлияли на нашу внешнюю политику, но мне кажется, важнейший сюжет этого года это зигзаги в отношениях с Россией, потому что они действительно, ну, впечатляющие, если мы посмотрим так, задним умом, да, мы находились первую половину года, я буду, ну, моя позиция в том, что мы находились в низшей точке наших отношений с 90-х годов, в первую половину вот 2020-го года. У нас был провал интеграционных переговоров, абсолютно концептуальный кризис интеграции как таковой, у нас был провал саммита Евразийского с не заключенной программой развития Евразийского союза на 5 лет из-за газового спора. У нас была нефтяная война, у нас были споры вплоть до даже по параду какому-то, по закрытым границам, у нас был арест вагнеровцев, у нас были, было отжатие банка, это все происходило вот первые полгода в отношениях, я уже молчу про риторику, которая это все сопровождала. То есть, это было дно в отношениях, которое в течение недели-двух сменилось, ну, я не могу сказать ренессансом, но сменилось, по крайней мере, вознесением России в статус такого держателя ключей к разрешению белорусского кризиса. Так, нравится нам это или нет, но сегодня у России есть инструменты повлиять на траекторию, белорусского кризиса, у остальных акторов их меньше. Ну, разумеется, их больше всего у белорусского народа, но мы говорим про внешних актов. И вот здесь это довольно интересно, это тоже, ну, будет достойно, мне кажется, множества диссертаций, потому что это показывает нам, что в этих отношениях на самом деле много напускного, много, много каких-то вот таких абсолютно замков на песке, которые могут в обе стороны быстро и резко меняться при изменении политической конъюнктуры, и что не нужно никогда делать опережающих выводов о траектории развития белорусско-российских отношений на будущем, что все может поменяться просто в течение пары недель. Ну, и как бы главный вывод, конечно же, что независимость от дружелюбия сегодняшней риторики, никакого доверия за ней, взаимного доверия друг к другу уже нет, и вряд ли когда-то будет между этими конкретными субъектами. Вот это, наверное, мне кажется, важнейший процесс, который, я думаю, кстати, себя очень сильно проявит в следующем году. То есть, кроме того, всего, мы еще будем говорить о прогнозах дальше, но я думаю, что вот какая-то драматургия белорусско-российских отношений, она будет ключевой для нашего с вами внутреннего развития. Спасибо, Артем. Действительно, да, вот эти зигзаги, это, наверное, очень интересная и характерная вещь. Катерина, что касается, да, первой ферзи экономики, ну и в целом, какие были, может быть, недостаточно замеченные вещи? Ну, Анатолий и Вадим немножко спойлернули уже то, что я хотела сказать про нефть. И просто хочу вам всем напомнить, что во времена до коронавируса, до выборов, было то светлое время, когда мы вдруг начали жить без российских субсидий. и там по некоторым расчетам, наоборот, даже мы субсидировали Россию, платя более высокую цену за газ. Экономически это было тяжело. У нас был спад в первом квартале, когда не было российских поставок нефти. Спад был схожий со спадом во втором квартале в связи с коронавирусом. Вот. Но я думаю, это был важный опыт, да, мы сейчас от него отвернулись, но тем не менее мы знаем, уже знаем, как это, каково это и как это может быть в будущем. И там речь шла на тот момент не только о нефти, да, мы на тот момент и от финансирования российского тоже отказались. Сейчас мы, к сожалению, оказываемся в противоположной ситуации, когда это единственный источник финансирования, на который мы можем рассчитывать. Ну и еще одна вещь, о которой мы поговорили гораздо больше, если бы не все то, что происходит вокруг, это те вынужденные реформы, о которых заговорило правительство, которые связаны, в общем-то, просто с необходимостью что-то делать, потому что иначе экономика, в общем, как говорят, в Беларуси ляснится, да. И это не только простые меры по сокращению расходов, как сокращение декретного отпуска, да, но и более сложные вещи, как реформа госпредприятия, о которых заговорили сейчас, это тоже абсолютно вынужденная вещь, но она для нашей экономики суперважная, и, в общем-то, хорошо, что она не откладывается на потом. Спасибо, Екатерина. Я, может быть, хотел бы уточнить вот про этот опыт, действительно, опыт, условно, в жизни без российской субсидии, российской иглы. Понятно, что это всегда немножко будут спекуляции и попытка предположить, а что, если бы, вот, а что, если бы, там, не случилось ковида, не случилось выборов, всего этого, насколько вообще, действительно, опыт, который мы сейчас имеем, знаем, каково это жить, насколько вообще белорусская экономика, по крайней мере, в военно-внешнем виде, была бы способна тогда существовать без этой российской поддержки, насколько вообще были какие-то более-менее жизнеспособленные модели, опять же, при сохранении существующего, сейчас не берем кипотетические радикальные либеральные реформы. Ну, экономику вообще очень сложно убить, она бы выжила в любом случае, но, да, было бы тяжело, но, с другой стороны, пришлось бы как раз еще скорее пойти на те самые реформы, которые все равно сейчас приперли нас к стенке, вот, и быстрее начать строить более эффективную экономику. Спасибо. Киналий? Я бы еще сказал, что мы бы больше внимания, если бы не наши внутренние политические проблемы, мы бы больше внимания уделяли внешнеполитическим, потому что, мне кажется, до конца, даже в привязке к современной политике России, мы до конца или до нужной степени не осознали те процессы, которые происходили в Молдове, да, с выбором нового президента, мы не дали себе труда осознать то, что произошло в Нагорном Карабахе, и то, что произошло в Кыргызстане. Потому что, ну, мне здесь просто не хватает компетенции, я не международник, но оно как-то очень странным образом складывается для меня в такую непонятную пока, что это совпадение, легкий тренд или устойчивая закономерность относительно изменения Кремля, политики Кремля по отношению к тем, с кем он долго и плодотворно сотрудничал на постсоветском пространстве. Вот, пока мне непонятно, это случайно так, три таких фактора сложились, или это некий уже тренд. Один момент, второй момент, мы пока не погрузились в осознание результатов переписи, которая в этом году прошла, в прошлом году, но не доходят руки до того, чтобы покопаться, посмотреть, что же у нас произошло. Буквально пара-тройка публикаций были, и все. Мы знаем, что нас стало меньше, мы знаем, что за 10 лет практически, или за 20, практически удвоилось количество людей с высшим образованием, но там нужно смотреть хорошо, и я думаю, что если бы не те события, которые в этом году произошли, материала для анализа динамики социально-демографической белорусского общества, феноменальные, я думаю, вещи там лежат, пока руки до них еще не дошли. Все, спасибо. Фадим, позволь вклиниться вместо очереди, мы тут с Катей обсуждали просто в чате, что еще одно открытие года, которое бы мы не заметили, если бы не события политические особенные, которые бы пропали, это вот Геннадий, которого бы с нами не было, потому что именно политический кризис вырвал его из цепких лап этого государственного учреждения, и теперь мы хоть имеем удовольствие его с нами слушать и дискутировать. Я бы тоже, может, добавил бы очень много, если можно. Ну, подумал, да, пока было время про то, что такие еще были открытия. Мне кажется, вот такое открытие было то, что регионы, вот совершенно сейчас, после всего этого кризиса, после всех событий совершенно по-другому как-то осмыслили, что такое регионы белорусские в политическом плане, да, так как вот эта мобилизация коснулась, в общем-то, не только крупных городов, но и мелких городов, там, где казалось, что все как бы абсолютно мертвы, да, оказалось, что нет, оказывается, что, в общем-то, даже там могут быть очень такие, ну, показательные политические процессы. Для меня таким открытием стала активность Брестской области, так как у нас, в общем-то, традиционно считалось, что, наверное, как-то Гродно, но более, Гродницкая область в наиболее активном политическом плане, оно так и было, если смотреть, там, скажем, по электральному поведению, протестным акциям. Ну, в этом году абсолютным лидером по многим параметрам есть Брестская область, и, по крайней мере, крупные города Брестской области. Феномен для меня пока не очень понятен, хотя, конечно, уже там сразу много версий возникало в экспертном сообществе, но все равно, то есть это вот что-то новое, то есть видно, что на региональном уровне что-то очень сильно изменилось, да, или меняется. Это было бы все, что требует своего осмотрения. Еще, ну, это, конечно, связано, опять же, с этими политическими событиями, но очевидно, что по результатам этого года бизнес в разном своем выражении, то есть и средний бизнес, и мелкий, и крупные стали субъектом политическим, то есть они активно включились в политический процесс, это было вообще-то впервые, наверное, ну, как минимум с конца 90-х, по большому счету, за все период независимости. Ну, и сейчас мы, наверное, можем прогнозировать, что и так и останется, да, что крупные, мелкие, средние компании, они так или иначе будут увеличивать свое политическое влияние. И еще один такой, ну, это, может быть, с другой стороны, да, важное событие в продолжении разочарования по поводу власти. У нас все-таки вот в этом году был первый премьер назначен, который не имел серьезного, скажем так, управленческого опыта и какого-либо вот, ну, авторитета, то есть в такой, скажем, номенклатуре, управленческой и просто представителем является, как бы, близкого окружения Лукашенко. Это, опять же, впервые вообще случилось, наверное, за всю послевоенную историю в Беларуси, чтобы достаточно такой вот, ну, случайный человек занимал такую, такую должность. Ну, и, наверное, как продолжение этого всего, это такое вот интересное усиление силового блока, ну, пока мы не можем понять его глубины, но так или иначе оно происходит, и это очень так, ну, как бы, тревожно с одной стороны, а с другой стороны, просто, опять же, удивительно, как другая часть номенклатуры, по крайней мере, пока воспринимает это достаточно, скажем так, спокойно, да, это вызывает какое-то напряжение внутри, но не вызывает какого-то открытого противодействия или даже какого-то серьезного саботажа, да, что сейчас нам показывает то, что есть какие-то серьезные проблемы внутри, существующие исполнительно вертикально. Вот. Да, спасибо, Андрей. Да, у нас сейчас есть Анатолий, и, да, я помню, еще в чате Даниэль и Курцина, и Филипп Бекканов также хотели бы добавить, но сперва Анатолий. На самом деле, действительно, очень много важного происходило, и, не знаю, то, что ты говорил, там, не касательно выборов, но все-таки технически применительно к выборам важно, что политического лидера, как выяснилось, можно сделать за две недели, буквально рок-звезду, понимаете, важно, что Трамп проиграл Байдену, и, возможно, какой-то регресс евроатлантических структур будет остановлен. Упомянули про постсоветикум, да, то есть важно то, что в постсоветикум изобрелилась какая-то каша, и по окраинам она подгорела. Вы посмотрите, у нас в ЕС трое из пяти государств в общем-то охвачены кризисом. Это революция в Кыргызстане, это политический кризис у нас и есть на Горных Карабах, это действительно важно. Относительно спокойно там с Казахстаном и, возможно, это ненадолго. у самой России проблемы и Артем выразился, что там у России ключи, но она сейчас со связкой этих ключей носится, не знает, что открыть и что закрыть. Поскольку в самой России есть Навальный, есть Хабаровск и там не все в общем-то гладко, а им еще, знаете ли, космос завоевывать надо, и они под санкциями. То есть все это делает эти постсоветские процессы довольно такие турбулентными, сложными и это тоже важно. Важно также то, что надо мыть руки, носить маску и не знаю, я бы составил, наверное, большой перечень важных каких-то моментов. Важно, что мы узнали, например, соседей с какой-то другой стороны. Поскольку демократия, как отмечал один писатель, начинается не с выборов, а когда соседи договариваются, например, о создании детской площадки. Это такая вот называется как бы маленькая демократия, с нее все начинается, на самом деле они со смены или там назначения какого-то главнокомандующего. У меня пока все. В таком случае спасибо. В таком случае Даня Круц и Даня Филипп Иканов. Да, Александр, что хотел еще добавить? Я хочу по вопросу, который поднял Геннадий и другие тут уже поговорили. Мне кажется, это более такой долгосрочный период нужен для анализа того, что происходит в постсоветском пространстве и причины его скорее не такие ситуативные там год или не год там. Это вопросы десятилетий и столетий, это просто продолжающийся распад империи и переформатирование постимперского пространства, поскольку противоречия, которые объединяли империю, вернее, привели к распаду империи, они, в общем-то, не исчезли. Так что я бы относился к этому продолжающемуся процессу переформатирования этого пространства, которое имеет более долгий период гораздо, чем то, что мы начали сегодня анализировать. Спасибо, Александр. В этом случае Даниэль, Филипп, кто из вас готов выключиться, хотели что-то добавить? Я готов, если можно. Да, Даниэль, привет, пожалуйста. Здравствуйте, всем. Я хотел пару позитивных моментов добавить, помимо, конечно, всех сложных моментов, может, мне легко, я сейчас в Германии, но мне кажется, из позитивных моментов такое. Во-первых, такая активизация диаспора белорусской за границей, которую я за 25 лет, которая связана с Белоруссией, ни разу не видел. Тут, например, под Мюнхеном у нас инициативная группа из почти 500 человек, которые там новости, которые на мероприятия входят, на протесты, думают, как в этой ситуации делать, которые думают, как потом вместе построить новый Белорусс, который готов подключиться. и это на самом деле видно в очень многих странах, и на мой взгляд, это абсолютно новый феномен, который тоже важно, чтобы изнутри Белоруссии как-то с этим работали и дали канал, как вот это, то, что готовность, куда канализировать готовность, которая была русская диаспора, но сейчас, которая активизировалась, куда ее канализировать. Второй момент, это вообще восприятие Белоруссии за границей, когда мне казалось, что еще в прошлом году, если где-то Белоруссия мелькалась, то это последняя диктатура Европы, это Лукашенко, там как бы образец, который при жизни, наверное, там настолько, почти настолько известен как Че Гевара, но как поп-икона просто, но за этим на самом деле за границей мало себя представили, что это значит. Сейчас картина о Белоруссии совсем другая, это картина, где народ был готов вставать против диктатуры в стране, где смелые люди и очень инициативные. И например, сейчас в Белоруссии я лично знаю больше 20 разных организаций и фондов, даже не государственных, а частных, которые активно рассматривают проекты в Белоруссии, которые готовы поддерживать, подключиться. И это тоже, на мой взгляд, очень важный потенциал, где сейчас надо сделать сейчас тоже между тем, что происходит внутри страны и то, что есть вовне, какие есть ресурсы вовне. И третий момент, когда мне уже в школе бросалось в глаза, что самые продуктивные времена для искусства в более широком платонском понятии, это время, когда есть война, революция, переломы в обществе. в Германии, например, вся интересная литература в Германии это о войнах и об объединении Германии и процессы связанных с этим. И мне кажется, та продуктивность, которую в этом году показывали Белоруссии в плане создания песен, создания стихов, создания действительно предмета искусства, картин в плане создания гражданских стартапов, это превышает, на мой взгляд, много, что было сделано год до этого в плане классических стартапов. И это тоже, на мой взгляд, конечно, причины для этого могут быть сложные, но на самом деле, я думаю, это достижение, которое абсолютно стоит отметить и которое нельзя игнорировать и в Белоруссии, и за его переделами. Спасибо. Спасибо, спасибо. Действительно, иногда нам глядя на то, что происходит, какие-то вещи, кажется, просто кажется, как-то не так замечаешь, не акцентируется внимание на поэзии, кажется, ну, как так, поэзии говорить, но, безусловно, как культуролог не могу не отметить, что это прекрасно и важно. Филипп? Добрый вечер. Слышно меня? Да, привет, слышно. Супер. В этот раз это даже и видно. А, прекрасно. Всем дякую за дискуссию. С вашего позволения воспользуюсь этим форматом достижения и разочарования, очень удобно. Достижение года это очень просто, ну, я как социолог, который пытается наше общество изучать больше, попробовать про общество, поговорить про людей, которые анализируют все трансформации, которые в обществе происходят. Поэтому через это пресс очень круто. Главное достижение 2020-го я вижу то, что, наконец, появилась в стране политическая какая-то сила, которая оказалась способна втянуть, точнее, не так, вытянуть из политической неактивности не только какое-то кор-ядро, которое традиционная основа того, что сейчас принято называть старую позицию, но и людей, которые до мая 2020-го года были политически неактивными. То есть люди, которые сейчас активно участвуют в протесте, все эти люди сидели и игнорировали происходящее в Беларуси, находились, так сказать, вне политики. Я вот считаю, что то, что нашлись наконец люди, которые оседлали вот этот вот запрос на перемены и обратились к значительно более широкой аудитории, чем политики, которые делают это до них, это просто вообще пушка. Это самое главное достижение 2022 года для меня политициолога. По разочарованию тоже с этим связано. помимо того, что очевидно, главное разочарование про это значительно лучше панелисты сказали, чем я, это государство и моральное качество технократов, как Катерина назвала, которые до сих пор всегда пытаются на искусственном дыхании поддерживать. Здесь все сказано, попробую тоже поговорить про нас с вами немножко. Главное разочарование это то, что кажется, все немного переоценили слом и сдвиг в обществе. Действительно, движение по своему масштабу колоссальное. Беларусь такого никогда не было. Но у меня складывается впечатление, что на поле идей и мыслей люди, которые занимаются продуцированием этих идей, уже решили, что все, мы победили. поддержки Букашенко в стране осталось на два дня. Их действительно 3%. Я немножко утрирую, на словах все говорят, что у него есть поддержка, но действуют все совсем не так. Мне кажется, что с точки зрения именно каких-то продуктов мыслительного, идей, с точки зрения коммуникаций, люди, которые сейчас так или иначе протест направляют, чтобы не сказать руководят, потому что кто им руководит вообще. Но направляют протест, кажется, сейчас вернулись в статус, который был даже до мая 2020-го, то есть до предвыборной кампании, в смысле только теперь-то уже точно все. То есть убеждены, что теперь-то общество диктатора поголовно ненавидит, а нас очень любит. При этом есть значительная часть людей, которая все еще хотела бы Геннадий очень правильно замечал, пригибные, инертные, которые хотели бы просто, чтобы все это остановилось, и не обязательно, чтобы оно останавливалось в лезву в лезву. Для них это не самое главное. То есть они просто хотят вернуться в нормальную ситуацию. Мне кажется, что к этим людям сейчас никто не адресует никаких новых идей, и что аналитики, говоря про ситуацию в стране, очень часто это забывают. то есть та Беларусь, которую мы видим под белосерноно-белыми стягами, которая марширует, которая очень классные люди, горжусь вообще просто каждым человеком, это немножко застилает глаза и создает впечатление, что теперь-то ну точно все, но на самом деле это, мне кажется, очень иллюзорным и разочарованием я вижу то, что все-таки вот оставлены попытки бороться за тех людей, которые со стягами все-таки не выходят. Я даже не говорю про какой-то форс-суппорт Лукашенко, а просто про то, что есть значительная часть общества, которая просто хочет наблюдать, так сказать, использовать терминологию там Чат-Михаус-исследователь. Да. Вот для меня вот это разочарование. А так, ну, в целом не понимаю, как можно пытаться обсуждать, что только вне контекста политики изменений ковида и прочих ключей. Один из самых таких непонятных для меня элементов это была реакция белорусского государства на ковид. Вот это возможно разочарование с точки зрения не как человека, да, с точки зрения специалистов по коммуникации с дипломом на эту тему. Если бы вот ответ на ковид был хотя бы немножко более уважительный, надо я боюсь, что ничего бы не придернулось. И гражданская самоорганизация, про которую мы говорим, все остальное, были бы обычные выборы в духе Беларуси. Вот так что с этой точки зрения я разочарован тем, насколько непрофессионалы все-таки себя в Беларусском государстве рулят и несмотря на весь профессионализм они все еще пытаются чем-то руководить и у них пока зажимы на это получается. Ну, на этом АРС и есть. Спасибо, спасибо, Филипп. Закончил очень приятно тебя слушать, теперь еще приятнее возможность отдохнуть от фоновой музыки. Действительно, да, я так уточню, что в нашей формировке мы изначально не ставили цель пытаться поговорить вне контекста выборов, политики, ковида, это было бы невозможно, просто мне казалось бы смыслно спрашивать, что было главное в этом году, и все бы с почки ответили, ну, ковид, ну, выборы, ну, протесты. Это очевидно. А сейчас я, на самом деле, очень рад, мне кажется, мы сейчас столько обсудили интересных моментов, которые действительно не вписываются в моменты просто выбора и просто ковид, но которые, мне кажется, делают значительно шире нашу картину. Есть еще кто-то, кто хотел бы что-то добавить именно по этой части, именно по неочевидным важным моментам 2020 года. Если нет, тогда давайте постепенно, это возможно, закрывая тему с 2020 годом и, понятно, все это отталкиваясь, давайте поговорим и подумаем над тем, как будет развиваться политический, экономический кризис в Беларуси в году 2021. И, наверное, все коллеги знают, что сейчас самый тяжелый особенно вопрос на любых интервью, когда просили дать какой-то прогноз на далекую перспективу в ситуации, когда события очень сильно меняются, даже в очень краткие сроки. Давайте попробуем посмотреть, что каждый из нас ждет от изменений в политике, в экономике в 2021 году, хотя бы в общих чертах, насколько это прогнозируемо. Я вижу, что Андрея Козакевича, несмотря на просьбу Антона, все еще снова выключен микрофон. Андрей, сможешь ли ты включить микрофон не переподключаясь? Да. Да, отлично. Я просто начал чат читать, сможешь повторить. Не, в общем, тут по прессской области просто. в чате очень много. Андрей, просто прогноз твой на 2021 год. Когда победа, как победа? У тебя минута. Да. Отличный вопрос. Ну, мой прогноз в конце августа был 6 месяцев. Так что, не знаю, стоит ли мне его менять. Ну, конечно, в течение года что-то должно серьезно произойти. Я не знаю, опять же, прогноз в том смысле, что система будет серьезно изменена, да, а не в том смысле, что какой сценарий будет. То есть, условно говоря, протестный, гибридный, или там власть продавит свое что-то. Но что-то как бы вот должно быть. Ну, сейчас, в принципе, очень популярно говорить, потому что что-то по весне такое вот существенное случится. Ну, тогда, наверное, оставлю, да, вот, пока свой прогноз, да, что где-то, да, где-то к весне, может произойти. Хотя, наверное, сейчас мы смотрим, что, ну, это может потребоваться больше времени, может быть, летом там и так далее. Но в целом, как-то не знаю, если смотреть чисто институционально, я не вижу каких-то основ, каких-то ресурсов, за счет чего бы эта система могла бы подсуществовать какой-то протяженный промежуток времени. То есть, опять же, это чисто институциональный анализ, конечно, если учитывать какие-то факторы мобилизации каких-то международных событий, событий, не знаю, в Москве или в России и так далее, все это может очень сильно изменить конъюнктуру. Но в целом, в целом, мне кажется, что как-то это вот должно произойти. Ну, наверное, оставлю, да, прогноз насчет весны, что все-таки весной должно быть какие-то очень существенные важные политические события. Но в целом, система должна измениться в течение года следующего. То есть, какой-то перспективы более такого длительного существования не вижу. хотя бы потому, что все-таки это очень-очень дорого. Да, у нас экономический кризис, сохранение таких вот отношений неопределенных с Россией, это очень неудобно и дорого. Отношения плохие с Западом, если посмотреть, что тоже, в общем-то, недешево обходится. Это касается и кредитов, это касательно и, например, там, туризма, который у нас поступал где-то 250 миллионов долларов, ну, если брать, там, туризм из ЕС. Это вопросы окупаемости атомной электростанции, ну, и многое другое, да, то есть, опять же, все это значит, что где-то в течение следующего года, опять же, нужно будет искать властям, даже если все как бы держится какой-то нормализацией, нормализация, то, опять же, изменения в политическом климате, вот, поэтому, может быть, даже самые важные политические события вот в нашей истории произойдут как раз в следующем году, а не в этом. Спасибо, Андрей. Александр? Это сложная задача рассуждать о будущем, особенно, когда понимаешь, что оно из-за того, что система в Беларуси находится в явно неустойчивом состоянии, потенциальные точки дефоркации могут быть на каждом шагу, трудно представить по времени, вот, но по тенденциям можно себе представить, что вот есть такое возможное будущее, которое может состоять из разных сценариев и только один какой-то реализуется. Я написал такой текст о шести сценариях, по которым может пойти развитие в Беларуси, причем из них четыре неустойчивых. Речь идет о том, что система может прийти в устойчивое состояние, когда восстановится легитимность какая-то. Легитимность в последние годы имела вообще репрессивный характер в Беларуси, поэтому как Севицкий писал превентивный авторитаризм. И поэтому тоже долго не могла продолжаться, потому что рациональная легитимность ушла где-то после 2010 года, по моим оценкам. И вот легитимность может восстановиться только или путем переговоров и выборов, или путем отставки, ухода и выборов. Есть вариант внешнего воздействия российского, например, стабилизация путем российского военного полицейского вмешательства, но на мой взгляд, этот сценарий тоже неустойчив, потому что на самом деле ситуация в России тоже приходит к точке неустойчивости по целому ряду причин. Тут и кризис легитимности самого Путина, и оригинальные разногласия, конфликты, и уже протесты против этой системы власти, представление о том, что все равно грядет в России конституционная реформа. Поэтому сама Россия неустойчива становится все больше. Взять на себя такой груз, как кормить Беларусь, при этом понятно, что мир обозлится, и будут жесткие санкции против этого, в результате этого будет внутренний конфликт, потому что в этом случае ненасильственный характер сопротивления скорее всего не удастся сохранить со стороны беларусов. Поэтому я считаю этот сценарий неустойчивый, и все равно придется проводить какие-то мероприятия типа выборов, которые могут идентинизировать власть и возвратить действия закона в страну. Затяжки времени, да, они возможны, они будут, но все равно любая затяжка тоже неустойчивый сценарий. Поэтому я согласен с Андреем, что на предотвращение будущего уже ресурсов не хватит и придется менять политическую систему, каким-то образом добиваться общественного согласия снова, получать общественное согласие на то, что какие-то органы власти будут руководить страной. И при тех потребностях общества, которые сейчас вызрели, при том чувстве гражданственности, уже не получится провести имитационные мероприятия, потому что им никто не поверит. сейчас огромное недоверие к государству как институту, ко всем государственным институтам и к государственным деятелям как личностям. Именно поэтому единственный реальный сценарий это новые выборы. Это с моей стороны, с моей точки зрения и желательное будущее, но это скорее всего даже инерционный сценарий, потому что все равно ситуация похоже выведет к новым выборам. Спасибо, Александр. Мне понравилось ваше высказывание мероприятия типа выборов. Мне кажется, это очень точно характеризует представитель электоральное будущее. Можно ли про все выборы есть большой вопрос, а вот типа выборов что-то возможно. Как раз читал в телеграме всплывший список потенциальных членов Русского Народного Собрания, там где квота в 25 мест ответить на службу безопасности президента. Это примерно в два раза выше, чем политическим партиям. Мне кажется, это очень интересный момент. Засловно, при Тринанская гвардия, конечно, важнее. Ладно, шутка в сторону. Артем. Я как раз таки не считаю, что сама по себе проблема легитимности обязательно должна во что-то вылиться в следующем году, потому что с отсутствующей легитимностью можно жить. Например, только лишь, если это твоя единственная проблема. Потому что, если, допустим, президента не считают легитимным большинство общества, но его считают легитимным его правительство, его подчиненные, этих подчиненных считают легитимными их подчиненные, этих подчиненных считают легитимными наши с вами главы исполкомов, ЖЭСов и всего остального, а мы получаем у них справки и платим налоги, то, в принципе, по этой лесенке легитимность спускается вниз, даже учитывая, что самый нижний уровень мы с вами не считаем легитимным самый верх. И в этом смысле система может функционировать, но у нее куча других вызовов, кроме понятных нам, которые мы уже много раз очертили, есть абсолютно очевидный, абсолютно очевидная проблема собственных ошибок системы, которые она допускает весь 2020 год, и поэтому было бы странно думать, что 2021 год пройдет под каким-то знаменем отсутствия ошибок управленческих, а по сути именно они сделали всю как бы траекторию того, что было в 2020 году. Вся, все что произошло в 2020 году, это по сути череда ошибок и реакции на них общество. Ошибок, преступлений можно как угодно называть, но политически это все ошибки. А эти ошибки будут продолжаться в ситуации стресса внутреннего, экономического и внешнеполитического, и поэтому вопрос только да, как и где это продолжат выстреливать, и в каких формах. И поэтому пытаться это предсказать, это, конечно же, ну, абсурд. Никто этого не может предсказать. Вопрос лишь в том, что, ну, мне кажется, есть некоторые такие, ну, базовые такие реперные точки, развилки, которые которые для власти очень, очень важны. И от того, как она решит проходить по этим вилкам, зависит дальнейшая такая канализация общественного давления и всего остального. Канализация в плане процесса, а не в плане системы водоочистительной и всего остальной. Я говорю о том, что если Лукашенко решит проводить реформу декоративно, то есть вообще не проводит, то есть делает что-то такое, что, ну, типа теперь мой кабинет называется кабинетом председателя Всебелорусского собрания, и все. И на этом все. Это один выбор, это одна развилка, и в таком случае он, скорее всего, получит возмущение как своего общества на какой-то новой волне, потому что будет понятно, что все, ну, в очередной раз как бы кинули очередная пощечина. И то же самое от России. И это одна развязка, в которой прессинг на власти будет большим, а, соответственно, прессинг — это стресс, стресс — это большее число ошибок. И вторая развязка, и Лукашенко все-таки начинает какое-то подобие транзита, пытаясь его контролировать в процессе, ну, транзита казахстанского такого или чего-то подобного, когда он все-таки оставляет некий некий люфт, некий зазор внутри системы, все-таки ослабляет свой контроль за системой, надеясь, что и даже уменьшенного контроля им хватит. Это второй вариант. И в этом сценарии, я думаю, что ресурс системы позволит ей существовать чуть дольше, чем в первом, потому что для возревания противоречий в новой конфигурации понадобится время. Может быть год, может быть два, но я думаю, что маска прирастет к лицу. Я об этом, в принципе, много уже говорил везде, поэтому извините, что повторяюсь, но я уверен, что в туалерусской ситуации любой даже самоконтролируемый приемник, даже если он туда назначит, я не знаю, рожок от своего автомата. Это неважно. Этот человек на месте преемника будет иметь колоссальное число стимулов максимально быстро отстраиваться от Лукашенко и всех его политик. Это значит, что конфликт между ними, особенно учитывая стиль Лукашенко, такой адовый микроменеджмент, неспособность делегировать и наблюдать некое неконтролируемое развитие событий, конфликт между ними неизбежен. Если этот президент новый будет не просто какой-то, ну, снова-таки, как в первом сценарии, абсолютно ширмочной такой должностью, которой не будет никаких полномочий, если у него хотя бы какие-то полномочия будут, то этих полномочий ему хватит, чтобы уже обвешал ее в предыдущий режим завершить. И поэтому, мне кажется, что любые сценарии для власти плохи, и вопрос лишь в том, как бы по какому из, как в умниках и умницах было, по какой из дорожек она пойдет, красная, зеленая или желтая, но это мы предсказать не можем. Спасибо. Спасибо, Артем. Действительно, оба сценария хуже, а может быть, оба сценария лучше. Лучше от кого смотреть. Ксерина, что у нас по экономике, какие у нас есть сценарии? Я так понимаю, опять же, с моей такой существительной экономической дилетантской точки зрения, базовый сценарий, мы оставляем все, как есть, и половину золотоволитных резервов спускаем на выплаты по внешним кредитам. А какие еще есть варианты? У нас на самом деле куча неопределенностей и рисков в экономике. Конечно, не так много, как в политике и разброс, наверное, вариантов развития событий не такой драматический, но он все равно есть. И основные факторы, это, во-первых, внешние факторы. Мы все верим сейчас, что экономика мировая восстанавливается после ковида, что вакцины сработают, что локдауна весной, летом и позже уже не будет. И, в общем, на этой вере основаны наши ожидания об экономическом постановлении в Беларуси, в том числе, как малая и открытая экономика, которая очень чувствительна к тому, что происходит измена. Но, с другой стороны, у нас есть масса внутренних факторов и рисков. Очевидно, что та неопределенность политическая и потеря доверия, они будут продолжать угнетающе действовать на экономическую активность. Это, опять же, не значит, что завтра мы выйдем и увидим, что экономика обрушилась. Это значит просто, что инвестиций будет меньше, чем без этих факторов, предпринимательство будет меньше, чем без этих факторов и так далее. То есть, это как раз такой очень плохой вариант негативного влияния, потому что он не ведет непосредственно к кризису. У меня многие говорят, Барнукова оптимистка, потому что она говорит, что кризиса не будет. Это как раз очень плохо, что кризиса не будет, потому что кризис, он побуждает в действию какому-то, к какому-то изменению политики. Я сейчас не говорю о том, что он выведет людей на протесты, мне этого не известно. Но он явно кризис бы побудил хотя бы экономические власти, но возможно более решительно реформировать экономику. Если мы останемся в таком режиме вялого роста около нуля, то никаких решительных, серьезных реформ в общем-то не будет. Огромный еще риск это миграция. Мы видим, что люди уезжают в достаточно больших количествах и каждый всплеск репрессий или просто, скажем, явные сигналы о том, что в скором будущем ситуация не разрешится. Мы, в общем-то, уже достаточно таких сигналов получаем. Он будет приводить к тому, что лучшие белорусы, у которых есть перспективы за рубежом, они будут продолжать уезжать. Это очень сложный процесс. Опять же, чем больше времени проходит с их момента отъезда, тем более необратимым этот процесс становится. И снова, это не трагедия завтрашнего дня, да, но это та вещь, которую мы будем ощущать еще там через 5-10 лет в экономике. Ну и есть, конечно, риски, которые действительно могут и кризис спровоцировать прям завтра-послезавтра. Эти риски, они связаны с последствиями коронавируса, с тем, что, опять же, госпредприятия набрались долгов, они продолжают быть убыточными. Эта долговая нагрузка сдерживает очень сильно их возможности сейчас даже, в общем, даже расширить выпуск в ответ на восстановление спроса. И, ну, в общем, эту проблему надо как-то решать, потому что она в себе содержит зачатки какого-то, возможно, финансового, там, долгового кризиса, кризиса неплатежей. То есть риск такой всегда есть, и вот, ну, на данный момент наши технократы с ним справляются, но когда они перестанут справляться, мы не знаем, да. Ну и, конечно, то, о чем Вадим вот упомянул, это риск валютного кризиса, того, что, собственно, валюты в стране банально хватит только на то, чтобы покрыть все внешние долги, да, и тут вот в очередной раз роль России сложно недооценить, потому что это на данный момент для нас единственный источник внешнего финансирования, поступлений валюты, скажем так, которые нам крайне необходимы, потому что, ну, вот валютная ликвидность это самое такое болезненное, тонкое место нашей экономики. Спасибо. Спасибо, Катерина. Несколько мы вспоминаем про роль России. Геннадий. С нами, Геннадий. Относительно прогнозов, я, наверное, здесь чуть-чуть нетрадиционно бы сказал, в том смысле, что периодически, да, возникают вопросы, когда победа, когда все закончится и так далее, и так далее. Но я для себя, когда я искал ответы на эти вопросы, я понял, что нужно говорить не о смене, рассуждая о перспективах, рассуждая о победе, наверное, понятно, что очень хотелось бы, чтобы все закончилось быстро, чтобы сменился президент, чтобы он ушел и так далее. Но вопрос, как мне представляется, нужно ставить глубже, вопрос о переформатировании не только политической системы, вопрос о переустройстве госинститутов и шире социальных институтов. Почему я бы так поставил вопрос? Да, это такое, наверное, визионерство, может быть, немножко спекулятивная вещь, но я ее себе позволю. Фактически сейчас мы находимся на этапе фазового перехода по очень многим основаниям, да, и техника экономического, что ли, это переход на новый технологический уклад, мы находимся в фазовом переходе к новому политическому устройству, мы находимся как минимум на уровне перекодировки социальных отношений, именно социальных, не политических, не экономических, это другие уровни, да, мы находимся на каком-то новом этапе, очень непонятном перекодировке национального, и все вот эти вот планы бытия, они все находятся, наверное, не в точке бифуркации, а именно на переходе в нечто новое. Фактически перед нами стоит задача перед Беларусью в целом, перед всеми беларусами, которые за рубежом, потому что Даниэль действительно очень правильно сказал относительно диаспоры, что мы узнали, что она есть, и Беларусь в каком-то смысле выросла до всего мира, потому что беларусы есть, были и будут. И вот эти вот вещи, когда их объединять, вот здесь вот пошло мое визионерство. Мне кажется, что у нас лучше, чем у всех народов сейчас есть перспектива построения во-первых, цифрового государства, во-вторых, цифрового общества, да, причем это можно сделать очень быстро, просто по факту того, что у нас очень много уже чего есть. и это убирает огромное количество лишних абсолютно посредников и политических, и экономических, даже просто логистических и организационных. А с учетом того, что действительно огромное количество инициатив, начиная от уровня местной власти, чем фактически являются дворовые районные чаты, и заканчивая планами о цифровизации, в самом буквальном смысле, цифровизации экономики, фактически добрая часть наработок по экономической помощи, но здесь вот скорее вопрос специалистов, я не очень различаю, бухгалтерия, экономика, финансы, но я так понимаю, что частично там что-то есть, достаточно много чего. То же самое, я не сильный большой специалист, но как я понимаю, то же самое блокчейн технологии, да, они могут, ну это уже детали на самом деле, но смысл, идея в чем, огромное количество инициатив социальных, гражданских, экономических, цифровых, они сейчас есть, и сейчас фактически можно, я не знаю как, как говорил хлопотный надельцы, но надо по уму, вот это дело, когда оно соберется и начнет функционировать, вот это будет огромная победа, потому что фактически это пошло в первую волну ковида, когда первые базовые мамские, чатики, да, были какие-то небольшие и дворовые сообщества и так далее, пух, они выросли на один уровень и объединили всю Беларусь, и закрутилась период ковида, огромный рывок сделала вперед в послевыборный этап, и вот сейчас оно должно дорасти до какого-то общего уровня, где все это или когда, или если. Ну, единственное, в том случае, если, лучше так, в том случае, когда оно соединится, это будет феноменальный по эффективности и результативности общественно-государственным механизмом. Я бы вот так закончил. Спасибо. Да, Геннадий, спасибо, я теперь понимаю, что этого спича очень не хватало в нашей прошлой дискуссии, посвященной будущему Беларуси, вот мне кажется, как раз что-то про бизионерство. А приглашаете? Да, вот, Геннадий, я всегда рады быть. Вы узнаете, что это к вам, это отлично. Хорошо, в таком случае продолжаем. Анатолий, как всегда, вас в отмот-лист. Как видишь в следующий год? Мне как последний, вот так сказать, в ряду этих блистательных эффектов, экспертов, наверное, придется согласиться с большинством прогнозов. Я, кстати, недавно одну тетку услышал, которая работает в Англии, она сказала, что в следующий год будет еще хуже. вот. И когда меня охватывает беспокойство, я обычно строю такую матрицу, простейшую матрицу вероятных событий, из которой, в общем-то, визуально следует, что катастрофические события маловероятны, а вероятные некатастрофичны. Правда, это вот в прошлом году не всегда работало, по правде говоря, но из всего я бы вычленил, наверное, такой системообразующий процесс, как инфронтилизация государства или сжатие ее. То есть происходит какой-то регресс, если использовать терминологию Фрома, регресс к более простым или ранним формам адаптации. Вот. де-факто мы приходим к тому, что это какое-то саморазрушение государства и вопрос лишь в том, насколько оно является созидательным. У Йозефа Шумпетера есть такое созидательное саморазрушение, вот часто оно разрушение чего-то приводит к каким-то позитивным результатам. И, конечно, это вопрос насколько эти результаты будут позитивны, поскольку изменения действительно происходят на различных уровнях. И я вижу, например, что происходит с бизнесом даже в малых городах. Какие-то предприятия закрываются, какие-то переоткрываются, люди просто пережидают какое-то время, начинают новый бизнес. То есть что-то такое происходит и пока оно не заметно. в любом случае для того, чтобы создать что-то прекрасное, надо разрушить что-нибудь не менее красивое. Собственно, у меня все, наверное. спасибо, Анатолий. Действительно, регресс к простым формам, когда, возможно, это мы про связание ленточек и про многое вспомним, да, такие простые формы деятельности государства. Еще неинтересно, удивительно, что в свободном характере обсуждения у нас получилось ровно три вопроса уместить в три блока по полчаса. У нас как раз остается четвертый блок на дискуссию, вопросы и комментарии. В связи с этим, Антон, хотел бы тебя спросить, я по традиции с телефона не вижу, есть ли у нас поднятые руки. И у нас там, кажется, может быть, пока ты читал чат, у тебя вынеслись какие-то вопросы, которые ты мог бы кратко сформулировать, потому что там было много обсуждений в том числе, да, и про Брест, и про, да, про третью экологическую волну, и про огурцы, которые делают жители Брестской области сейчас предпринимателями массовыми, в отличие от других областей. Есть ли поднятые руки какие-то вопросы, которые, мне кажется, стоило бы обсудить, чтобы потом переходить к другим комментариям? Ну да, но поднятых рук я тоже не вижу, а вот вопросы есть. Вот, например, вопрос Катерине Барнуковой от Галины Кашевской. Не случись всех событий этого года, насколько вероятно было бы проведение быстрых реальных реформ в экономике без изменения политической системы в принципе? Какой или кто был или есть драйвер реформ в правительстве? Екатерина, расскажите нам про драйверов реформ в правительстве. Да, я, наверное, год назад отвечала бы чуть более оптимистично на этот вопрос. Думаю, что если бы не было этих всех событий, все реформы, которые мы бы увидели, это были бы очередные какие-то мелкие шажки и очень много помпы вокруг либерализации условий для бизнеса. Это не значит, что это плохо, это хорошо, но это не решение было бы как бы наших основных экономических проблем и вызовов, которые там в первую очередь лежат в неэффективном госсекторе. И вот пока такое впечатление, что все реформы, которые делались, они делались вынужденно, да, то есть вот госсектор перестал генерировать рост, ну ладно, пусть им тогда немного ограничения, с ними барьеры для частного. Три раза подряд там в течение нескольких лет девальвации, ну давайте, ладно, так уж и быть, поставим нормального блокнотбанка и будем следить за макростабильностью. Да, вот сейчас у нас очередной кризис, ну давайте по этому поводу наведем порядок в госфинансах. Вот, то есть все это как-то очень вовремя, потому что сокращать расходы во время кризиса это не самая хорошая идея экономически, обычно делают наоборот, но вот нам приходится делать, потому что опять же мы делаем, когда уже приперло. Кто двигатель реформ? Ну на самом деле нет какого-то такого одного человека, в правительстве есть масса людей, в правительстве, в нацбанке, там тут же полаут, и в правительстве, и в администрации президента есть люди, которые придерживаются экономически либеральных взглядов, но у них у всех достаточно ограниченное поле для маневра, и они все прекрасно понимают, что надо делать, но делать этого не могут. Спасибо. Спасибо. Я вижу, у нас в чате запрос от администратора на реку. Да, администратор я выяснил. Администратор это Валерий Крабоевич. Это да, совершенно верно. Валерий Иванович, вы узнаете, что вы администратор, пожалуйста. Классная тактика, но если так подписываться, по-любому дадут слово. Валерий Иванович, мы всегда дадим слово, даже без этого. Валерий Иванович, у вас выключен микрофон пока, мы вас не слышим. Независимо на то, что вы администратор. Алло, алло. Раз, два, три. Теперь слышим. Да, спасибо. Я не знаю, как так получается. У меня почему-то не удается исправить вот этого администратора на свое имя и фамилию. Вы спрашиваете, администратор везде. Да, да. Вот хоть, так сказать, иногда побыть начальником уже хорошо. Да, я бы хотел как бы взглянуть на белорусскую ситуацию в более широком историческом контексте. Ведь смотрите, сегодня уже есть устоявшаяся точка зрения, что либеральный порядок, который просуществовал два десятилетия после окончания Второй мировой войны, он, так сказать, уходит в прошлое. Вот. На его место приходит что-то другое. Так вот, белорусская социальная модель была как раз наиболее ярким вариантом альтернативы либеральному порядку. Именно белорусская социальная модель была попыткой продемонстрировать миру, что возможно достаточно успешное развитие вопреки тренду на демократические реформы. И, в общем-то, где-то два десятилетия эта модель ну, в какой-то мере давала эффект и на ее показывали и говорили, вот, дескать, возможно же, возможно осуществить некие, так сказать, некие изменения, не ломая полностью, скажем так, советскую систему. Так вот, сегодня революция этого года нанесла, мне кажется, очень важный такой серьезный удар по этой, скажем так, постсоветской утопии. Она разрушила эту утопию, она показала, что белорусская социальная модель это тупиковая ветвь развития истории. И, мне кажется, что это будет иметь очень серьезные последствия для всего постсоветского пространства. Я думаю, что инстинктивное понимание именно этого подталкивает Россию к тому, чтобы во что бы то не стало поддержать Лукашенко и во что бы то не стало не допустить победы цветной революции в Беларуси, потому что это очень плохой сигнал и для России, и для всего постсоветского пространства. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Сейчас что-то помянули, я вообще раз задумался, что хотя много раз слышал термин цветная революция относительно разных событий, каждый раз я все больше убеждаю, что это так и не выяснилось, чем эта революция случается от любой другой, помимо такого пропагандистского крыша, как это все так называют. Ну да, я согласен действительно с вами, это разрушение такой советской утопии, и может быть лично для многих из нас очевидно, что поменять какого-то будущего, но действительно Ротелий, по-моему, уже говорил, да, вот этот образ в мире Лукашенко как Че Гевары, такой поп-иконы, когда люди, может быть, не очень понимают, чем конкретно занимался политик, но он видит в нем какой-то образец какого-то очень альтернативного пути, который может каждый пустой знак наполнять своим мыслом, и в этом смысле, да, конечно, события 20-го года несколько затрудняют такое использование между Лукашенко и Белорусской модели в целом. Спасибо. Антон, есть ли у нас еще руки и комментарии? И, в принципе, если хотел бы кто-то еще высказать свое мнение, да, Александр, вот я прямо, не знаю, потому что из телефона вижу только четырех участников, Александр, я как раз увидел вашу руку. Хорошо, спасибо. Из сегодняшнего обсуждения у меня родилась инициатива выдать премию за 2020 год человеку который все эти годы развивал и укреплял белорусскую диаспору. А кто этот человек? Александр Григорьевич, наверное, да. Да, я думаю, что вот специалист по Александру Григорьевичу как раз его узнал. Я думаю, он еще и медаль за укрепление белорусской демократии получит. Ну, это уже другое дело, но за диаспору ему точно больше всего сделал для расширения количества диаспоры это он. А теперь насчет того, что Геннадий поднял вопрос и Валерий насчет дальнейших путей развития. Да, у нас, кстати, очень много людей, которые думают о новых совершенно может быть непонятных для большинства, но уже осваиваемых технологических вещах, которые несет с собой научно-технический прогресс, в том числе вплоть до технологической сингулярности. Этим, кстати, Бабарыка много занимался, Павел Донейко, новая экономика и так далее. И да, действительно, у Беларуси есть очень большой задел. Я не думаю, что его надо переоценивать, но вот это бы соединить экономистов, технологов, тех, кто занимается технологиями и философов для того, чтобы разработать такую концепцию, потому что мы действительно наверняка находимся во время фазового перехода к чему-то новому, это бы осмыслить надо. Но мне кажется, что тут возникнет еще одна вещь, которую надо бы учесть. Как писал Фридрих фон Каек, это пагубная самонадеянность, когда цифровая экономика очень большой соблазн есть все просчитать, все поставить на учет и появляется соблазн того, что мы можем предвидеть что-то. Так вот, само по себе предвидение будущего это и есть пагубная самонадеянность, делать это с достаточной степенью уверенности. Вот хотелось бы на этом пути не попасть в новую социалистическую какую-то ловушку, когда будет соблазн лишить людей приватности, ну вот как в Китае в принципе это сейчас делается и поставить все на учет. это мне кажется тоже будет путем, который приведет к необходимости коррекции. Спасибо. Александр, спасибо. Какие у нас еще вопросы? У меня нет. Антон, видишь ли ты что-то или мы сегодня будем, несмотря на итоги года, досрочно закругляться? Я расскажу там. Пожалуйста, Мрик. Я там по поводу дискуссии в Брестской области, да, на самом деле все эти аргументы они как бы известны там при огурце и про влияние Украины и прочее, но вопрос там как-то зафиксировать. Пока статистически как бы не получается, хотя надо будет с этим поработать, потому что система все-таки интересная. И там еще был вопрос про элиты, да, такой длинный. Вопрос про элиты. Вопрос про элиты. Ну да, там, есть ли реальные элиты в стране в понимании лучших, в понимании ценностного подхода к элитам, кто будет более высоким талантом, талантом, особенно способностями, компетенциями и так далее. но если правильно понял вопрос, то, ну, ну, не знаю, мне кажется, что подходить к элитам с этого подхода, что элита действительно лучше, ну, в общем-то, неправильно с точки зрения просто понимания этого феномена. Элиты все-таки это те люди, которые принимают политические решения, но если политическая элита, я думаю, это единственный критерий для их отделения, которое является невозможным. Если мы говорим о том, что есть хорошие, есть плохие, в смысле, там умные, неумные, то это сразу, в общем-то, ну, скорее запутывает ситуацию, потому что на самом деле умные могут поступать плохо, и я уверен, что в репрессиях в Беларуси, которые сейчас происходят, очень много умных и способных людей хорошо подключаются, то есть не мешает им это, всякие вещи делать, поэтому я вообще это отбросил, все-таки и рассматривал виду, как те, кто имеет возможность влиять на принятие решения, не обязательно занимать какие-то позиции, но влиять на принятие решения. И вот что касается там еще был кусок в этом вопросе про раскол, то мне сам этот терм как-то не очень нравится, раскол. Особенно, скажем, для белорусской ситуации, как такого классического раскола, когда одна часть, скажем, станет в одну сторону баррикад, вторая в другую сторону баррикад, это как-то, ну, мне вот сейчас вообще не представляется возможным. Скорее, может быть, какой-нибудь вариант там вот саботажа или просто пассивности, когда, ну, это вот элита, условно говоря, или там значительная часть государственного парада, она просто не будет участвовать в политических процессах, да, или как-то там, скажем, в репрессиях, вот что-нибудь такого плана, наверное, А такой вот, скажем, троскол, это, кстати, может быть, одно из достижений нашего, кстати, вот здесь ни разу никто этого не упомянул, да, всего года, что, несмотря на все эти сложности, несмотря на острый политический кризис, мы не можем говорить о том, что в обществе белорусском случился серьезный раскол, да, что это привело к именно социальному противостоянию, противостоянию между различными группами, политический кризис, ну, в общем-то, это прогнозировалось, и многие эксперты это ждали, особенно вот после августа, после конца августа, когда началась уже как бы такая реакция, да, реконсолидация власти после событий 9 августа, там, и последующих, но так или иначе, все-таки мы имеем скорее противостояние между обществом и властью, обществом, государством, при том, что сторонники власти, они, ну, все-таки не противставляются очень жестко противникам, и, несмотря на отдельные инциденты, все-таки, ну, единство, единство общества удалось сохранить, ну, или оно само собой по себе сохранилось, но так или иначе, это, конечно, очень позитивно, особенно, если мы вспомним пример Украины 2014 года. Ну, да, действительно, Андрей, спасибо. Я видел сообщение от Анатолия, кто может добавить по элитам, хотя, учитывая, что я там видел в экране и Валерия Костякова, и Анатолий, кто из вас двоих по элитам добавит? Как бы, она хотела просто всем, видимо, с Новым годом поздравить. Поздравляю. Сказать, что она и есть элита. Вот, конечно. Конечно, можно использовать термин элита в смысле Вильфреда Паретта, хотя многие там политологи избегают, говорят, например, правящая коалиция. Это нормально. Но вопрос в том, что у нас вертикальный лифт работает как-то плохо. Вот. А зато горизонтальная карусель вращается с огромной скоростью. был министром здравоохранения вали на область Гродненскую. Хорошо себя показал, как глава МВД вали на Гродненскую область. И наоборот. Дело в том, что и сам Лукашенко как-то чувствует, что, в принципе, он проводит политику брутально антиэлитарную, чтобы каких-то кланов профессиональных или кого-то не складывалось, чтобы не формулировалось каких-то там группировок и вот этих расколов, о которых тут вот только что упомянули, соответственно. Поэтому в Советском Союзе тоже практиковалась такая модель вот этой карусели с области на завод, с завода и так далее. Там хотя бы профессиональные критерии работали. Лукашенко же ненавидит профессионалов. Он обожает иметь дело с людьми, который только что назначен, который не успел принять дела, и он начинает лупать глазами, не понимая, что происходит. Это ему нравится. И, в принципе, он всегда довольно, скажем, искусно использовал эту карусель с целью собственного укрепления своей какой-то вот этой ограниченной группировки и собственной власти внутри нее. Если так коротко. Ну, я думаю, что среагировал. Я бы согласился с этим, но только как-то за последние годы. Все-таки, если мы говорим про вертикальную мобильность, скажем, первые десятилетия, может, 15 лет, правление Лукашенко она была. С этими я не спорю. Да, то есть она где-то сломалась где-то в десятых годах. И, естественно, начались эти карусели, но до этого работала вот так более-менее стоящая. Если можно, пару комментариев по этому поводу. Смотрите, коллеги, я бы все-таки даже, может, более жестко сказал, я бы сказал, что в классическом понимании элит Беларуси нет. Почему? Потому что, во-первых, превентивный авторитаризм дал свой результат. То есть, в принципе, люди самостоятельно мыслящие, они всяческим образом убирались от процессов принятия решений. С одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим про элиту как про социальную группу, она должна быть в том смысле, что ее должно что-то объединять и коммуникативно, и идентификационно. Эти люди должны понимать, что они вот эта вот группа, они должны себя к ней причислять, у них должны быть ресурсы, инструменты влияния на ситуацию. Поэтому, как таковой социальной группы элита нет. Есть люди, которые приближены, это можно назвать по-разному, там куча вариантов, но как социальной группы элиты, особенно политической. Андрей, я вижу, не согласен, но как социальная группа элиты в Беларуси нет. Нет, ну я все-таки ты считаешь, ситуация гораздо более сложнее, есть понятие бюрократия и с осемлем своими традициями, правами и так далее. И говорите о том, что, скажем, они не влияют на решение, особенно, скажем, в пределах своей отрасли, в пределах своего региона и так далее. Ну, не совсем корректно, да? Реально ситуация гораздо более сложнее. Но бюрократия это... Особенно на региональном уровне мы можем это видеть, когда, скажем, есть определенный пул, скажем, в городе или в районе, и там очень сложно вообще даже как-то, ну, нарушить эти правила игры с бизнесом, они там спаяны, и всего прочего. поэтому, ну, ну, нет. Конечно, да, то есть, наверное, такой вот элиты, как там, не знаю, в Соединенных Штатах или даже там в России, как вот группы объединенными, в общем, какими-то правилами, ценностями у нас нету, в смысле, что она не столько, да, это все как бы ослаблено. Но я бы не описывал ситуацию так, как очень простую, да, что есть там просто какой-то набор людей приближенных, и на этом все заканчивается. Ну, все реально гораздо сложнее. У вас гораздо, у вас просто разные профессиональные парадигмы. Вот и все. Ну, один социологический подход, второй политологический подход. Да, да, при разных, да, социологическом, политологическом подходах, безусловно, было интересно с разных сторон на это посмотреть. Еще в чате видел у Филиппа Беканова был комментарий, кто хотел не согласиться по поводу единства общества. Было бы интересно, Филипп, послушать, какие-то есть конфликты между социальными группами, какими и какими. Ну, давай я попробую выйти из музыки, чтобы никого не раздражать. Да, это будет вообще отлично. Надеюсь, ты не замерзнешь. мне кажется, да не должен. Мне кажется, что, ну, насчет сохранения единства вышел небольшой, ну, может быть, я не очень правильно Андрея понял просто, да, но мне кажется, что единством как бы и не пахнет вообще в обществе, да, то есть, есть люди, которые готовы жертвовать всем буквально, да, я сейчас буду опираться просто на эти же самые чатамовские ресерчи, на другие социологические наблюдения, которые там Андрей Вардамаске, например, делал, да, то есть, есть три группы. У одних есть очень четкая цель, они хотят просто, чтобы вот сменилась власть, чтобы ушел Лукашенко. Они готовы жертвовать реально всем, они готовы на санкции, они готовы там свифт отключать, они готовы на экономический урон, они готовы потерпеть, грубо говоря, да, если, ну, какие-то тяжести, тягости, если уйдет Лукашенко. Есть группа, которая вообще не хочет, чтобы Лукашенко уходил, их немало, они немножко, как это, дисперс, что называется, то есть, нету, блин, если не музыка, то машина. Так вот, есть люди, которые не хотят, чтобы Лукашенко уходил, кстати, тоже не то, чтобы очень мало, да, вот, они сейчас не очень вокальны, в том числе, потому, что мы, ну, в каналах, коммуникациями, которыми пользуются люди типа нас, их почти не, нет, они не представлены, да, ну, как бы, все еще они не исчезли никуда, вот, они вообще видят мир немножко иначе, вот, при этом, есть еще вот эта третья группа, которая просто хочет, чтобы все закончилось, и несмотря на то, что они скорее симпатизируют, да, тем, кто хочет, чтобы Лукашенко ушел, они, скорее всего, не очень расстроятся, если он не уйдет, и просто все вернется, как раньше станет, да, и единственное, что консенсуально объединяет общество, девичьи, ну, независимость, да, это очень большая ценность, и неприятие насилия, вот, и то не у всех, то есть есть, давайте так говорить, есть среди бастиона, вот, Лукашенко, снова использую эту чадамовскую терминологию, люди, которые считают, что недостаточно оппозиционеров били, да, ну, я, честно, вообще никакого общественного согласия даже близко не вижу, я вижу просто подавляемый конфликт, который выплеснется, стоит, ну, только, если там, условно говоря, вот эта рука крепкая, которая дубинку сжимает, и которая весь конфликт сейчас монополизирует, по сути, да, то есть превращает видимый конфликт в конфликт между собой и вот этой частью общества, которая протестует, да, как только она чуть-чуть расслабится, мы уже никакого консенсуса даже близко не увидим, да, и вот я вот почти в этом уверен, поэтому, ну, на меня взгляд в будущее это попытка найти какие-то вообще способы для национального примирения в такой ситуации, потому что у людей абсолютно противоположные взгляды и желания им, и, ну, не знаю, как минимум косвенный индикатор это то, что вот белочерва на белостях до сих пор меньшинство считает там наиболее близким в себя, поддерживает, даже меньше, чем количество людей, которые так говорят про красно-зеленый, несмотря на то, что динамика для красно-зеленого, скажем, неутешительная, да, вот, но ситуация такая, какая она есть, вот, и я не вижу вообще на данный момент каких-то перспектив для такого вот предпримирительного процесса, для процесса поляризации вижу очень большие перспективы. Ну что, Клиль, спасибо, в таком случае, Андрей, может быть, как-то прокомментируешь, поскольку какая-то тезис про отсутствие раскола тут напрашивается. Ну понятно, да, то есть это вопрос, опять же, терминологии, смотря чем сравнивать, да, потому что, ну, конечно, есть различные группы в Беларуси, есть политические противоречия, но когда я говорю раскол, то есть я имею в виду именно общественное противостояние, когда, например, есть какое-то насилие в отношении, ну, между этими группами, да, когда есть, ну, вот, есть конфликт видимый между социальными группами, да, например, сторонники Лукашенко мобилизированы, да, противники Лукашенко мобилизированы, и между ними постоянно происходят какие-то, какие-то противоречия, какие-то эксцессы, ну, и проявление насилия, да, вот, я не знаю, может быть, такой вариант в будущем или нет, надеюсь, что нет, но то, что это не произошло вот за последние четыре месяца, это все-таки очень-очень позитивно, это, именно это я имею в виду, когда говорю, что такого глубокого раскола в белорусском обществе, к счастью, не произошло, а ведь это было, например, вот в Украине в четырнадцатом году, да, вот это вот, там, где все-таки озлобленность или, скажем так, политические противоречия привели к тому, что это вывелось в, ну, в односильственное противостояние между различными политическими группами, между различными регионами, между сторонниками политических сил внутри одних этих же городов, у нас, к счастью, все-таки этого не было. Да, я сейчас добавил, я вспомнил, как раз, вчера ехал вечером по Минску, и сформулировалась мысль спонтанная, что это вывешивание красно-зеленых флагов на всех возможных и невозможных государственных учреждениях, где раньше были, были где угодно, это, по сути, такой типичный карго-культ. У вас видят, что БЩБ флаги вывешивают, а при этом, я не знаю, может, что-то поправят, я вот ни разу не видел, это уже не информационный пузырь, это я вроде хожу по этим же улицам, ни разу не видел, что вот кто-то добровольно в окне вывешивал в окне жилого дома красно-зеленый флаг. Да, я тут могу добавить, я видел, дело в том, что Дмитрий Басков не так далеко как бы жил от места, где я живу, вот на его балконе красно-зеленый флаг. Ну, еще у Жаку тоже был красно-зеленый флаг, да, но при этом, спасибо, Антон, за пример, но да, за такими отдельными случаями этого не происходит, и сейчас такой карго-культ, попытка, значит, ответить, а мы тоже вывешиваемся в флаге. Ну, просто всем не так и не те, и не в том смысле. Ну, я позволю, Вадим, на секундочку влезть, извините, возможно, все уже хотят давно уйти ужинать, но я хотел сказать, что красно-зеленых флагов нет, потому что большинство людей, которые бы их вешали, они не чувствуют, что они находятся в каком-то зоне такой экзистенциальной угрозы, да, если бы они поняли, что они меньшинство, хотя они не меньшинство, если мы говорим именно про флаги, принципиальные сторонники власти бы сегодняшней оказались в меньшинстве его позиции, а власть взял бы там вот Александр и его коллеги по штабу Светланы Тихановской, то я думаю, что мы бы увидели Ренессансе оформление этого всего в движение, да, мы бы увидели реванш, не факт, что он победил, разумеется, но они бы считали, что, понимаете, у них украли страну, ну, примерно, как Горбачев, да, то есть люди жили всю жизнь в мире информационном, где условные белые, красно-белые, это маргиналы, в том числе в 20-м году, а тут бац, и они захватывают государство, фашисты, да, у вас в стране происходит фашистский переворот, ну, вы разве сможете с этим мириться? Я бы не смог, если бы я в это верил, поэтому, я думаю, мы увидим это, если победа придет именно вот таким, знаете, чистым переворачиванием страны, с одной стороны в другую, но я сомневаюсь, что так будет, я просто еще не успел закончить эту изначальную мысль, мысль была не про то, что эти клинии существуют, а именно про то, что эти люди совершенно не мобилизованы, именно поэтому, да, о чем говорил Андрей, что мы не видим в Беларуси условного антимайдана сильного, скорее всего, такие, опять же, каргокульты, попытки там вручье поставить, значит, указать колонну, и вопрос в том, насколько может быть сильная вот такая мобилизация, я, на самом случае, был бы скорее скептиком, я полностью согласен, что эти люди потом будут, когда-нибудь будут говорить, какую страну, значит, продали какие все фашисты, но сомневаюсь, что они будут способны мобилизоваться на активные действия, хоть сколько-нибудь сравнимые с тем, на какую мобилизацию способна другая страна, это, мне кажется, ключевым, пожалуйста, Филипп. Я, может, тоже, да, Андрей, да? А, да, ты, на самом деле, только что обесценил мой комментарий, потому что я хотел с тобой не соглашаться, а ты пояснил, что я имел в виду, поэтому уступлю, что ты имел в виду, в смысле, уступлю Андрею, ну, я в целом согласен, да, но кроме того, что все-таки эмоциональная связь сторонников БЩБ со своим флагом и сторонников красно-зеленого со своим, ну, она разная, то есть надо говорить, что это, как бы, такие симметричные вещи, потому что даже в, не знаю, там, в расцвет той системы, которую мы имеем, не было практики того, чтобы, например, вот люди покупали за свои деньги красно-зеленые и вывешивали на своих домах. Вот БЩБ, как практика, такая была, да, то есть люди за свои деньги покупали, где-то там вывешивали в квартирах, там, и так далее. Я даже, ну, знаю все-таки много людей, которые, как бы, вот сторонниками являются, не видел такой вообще, ну, не знаю, культуры, да, такой вот связи с этим флагом, да, с Лукашенко, да, с государством, да, но с флагом, ну, как бы, как бы не очень, да, вот. Хотя, конечно, потенциал есть, да, и, возможно, потом будет ассоциироваться именно с каким-то там хорошими годами, но есть, опять же, пример Советского Союза, где советская символика маргинализировалась очень быстро. Вроде бы, там, скажем, на 88-й год, наверное, там большинство населения считало бы это своим в Советском Союзе. В конце 91-го это уже все дальше и дальше превращалось такое, ну, меньшинство, там, 20-30 процентов, и мы в итоге мы сейчас, наверное, вообще таких людей найдем не так много. Поэтому здесь вопрос даже не то, что там политический взгляд от людей, а то, как они воспринимают понятие символа политического. И вот за 25 лет нормального такого, да, связи эмоциональной со сторонниками, даже Лукашенко, с этим флагом, ну, скорее всего, не было, да, или было, скажем, среди меньшинства. И в этом вот ситуация отличается от того, что мы имеем с другой стороны в отношении к красно-белому флагу. Можно? Мой комментарий снова обрел ценность. Очень быстро. В двух словах. Мне кажется, что это, вот эта дискуссия сейчас немного возникает из-за того, что наша призма, через которую мы смотрим на всю эту ситуацию, да, вот она искажена. Мы думаем, что этим людям нужно нам что-то доказывать, да, что вот этот флаг имеет для них ценность, что им нужно что-то там вывесить. Ну, они это так вообще не воспринимают, да, то есть те вот, ну, замеры, которые касаются флагов, да, и в исследовании «Будь могодно» мы это, ну, чуть-чуть видели, да, и вот датасет и Чатамовский, они как бы говорят, что эти люди не считают, что нужно как-то сильно подчеркивать там свою связь с этим флагом, потому что за них это все с успехом делает государство, да, и вот Андрея пример про развал союза, ну, как бы тоже не то, чтобы сильно много людей во время союза вывешивало флаги из окон, я не застал, конечно, но подозреваю, что так и было, да, сейчас вот эти люди, они с этими флагами и ходят, и вывешивают, их, конечно, мало, да, но как только у них появляется какая-то необходимая вот это, ну, потому что Артем говорил по большому счету, как-то сплотиться, да, то символ для них сразу же обретет ценность, да, и просто нет. Ну, вот здесь одна есть важная мысль, да, может быть, просто, чтобы больше затягивать не буду, очень кратко, да, в Советском Союзе была четкая связь между государством и флагом, как только государство упало, все сразу же слили флаг, ну, все в смысле большинства, да, вот вопрос сработает ли эта схема в Беларуси, я не уверен, я не знаю, да, но очень похоже, да, для большинства, которые поддерживают красно-зеленое, это именно связь с государством, это связь с режимом, да, вот, который был там последние 20 лет, и вопрос, будут ли они вообще ассоциировать себя с этим флагом после того, как это государство, скажем, там исчезнет, либо трансформируется и так далее. Вопрос открыт, я опять же не буду утверждать, что такого не будет, но Пример Советского Союза именно это показывает. Была очень четкая связь между государственными институтами и флагом, который вот выдерживали эти государственные институты. Когда эти институты упали, сразу же была магнизированная символика. Вот такой феномен. Спасибо. Соленат. Да, это, безусловно, интересное мы с обсуждения ушли. У Геннадия еще был какой-то комментарий. А может, небольшое, скорее, на будущее, да, смысл, в чем мы действительно не очень знаем, скажем, ту сторону электората, которая выступает за Лукашенко или против протестов. На самом деле, она очень разнородная. Я попытался вот найти таких людей среди знакомых, среди знакомых-знакомых, поговорить, ну, своего рода такое неструктурированное интервью. Они очень закрыты. Понятное дело, что специфический круг общения и так далее, но когда я нахожу одного-двух-трех человек, они закрыты, они не готовы манифестировать, они не готовы вступать, не готовы к диалогу, да. Срава молча. Ну, да. Они очень боятся утратить ту картину мира, которая у них есть, с одной стороны. С другой стороны, мне удалось вот даже среди тех, кого так вот раскрутить все-таки, есть ярые приверженцы персонализированного режима, то, что называют лукашицы. Это просто поклонники харизмы, это неперебиваемо, кроме как другой харизмы. Есть люди-системы, они согласны, что эта система недорабатывает, она неидеальная, но с их точки зрения любая система лучше революции, которая сломает все. Но, когда будет предложена другая система, они очень просто вот просто вольются туда и будут дальше также функционировать. И огромное количество тех, кто по разным причинам с разной степенью поддерживают, либо не поддерживают, степень риска, на которую готовы и так далее. Но вот в этой связи, если говорить к флагу, я не думаю, что он будет релевантен спустя 2-3 года после того, как сменится режим. Потому что он за собой не несет практически ничего. Ни привязки персонально к Лукашенко, ни советского бэкграунда, что ли. А советский бэкграунд, чем дальше, тем он становится релевантным для очень-очень все уменьшающих участия населения. Поэтому защищать его не будет никто. Вспоминать о нем будут елки-палки. О чем говорить? Все же, наверное, видели вот эту картинку, когда водитель автозака чистит красно-зеленым флагом пластиковым стекло у себя в автомобиле. Они его даже сейчас не ценят. А то, что его вешают там на оперу на цирк, на магазины и так далее, извините, они просто фактически метят территорию, а вот это наше. Ну, господи, те, кто повесил по приказу, как только приказ утратить силу, они с огромной радостью побегут его с ним. В каком-то смысле мне на самом деле очень жаль. Красно-зеленый флаг, которому, как говорят в советское время, соседи завидовали, потому что там хоть что-то было национальное в виде орнамента. А в то, что он сейчас превратился, из государственного символа в символов тазака, ну, зимой поклон президентским пиарщикам и политикам. Да, спасибо. Геннадий, так вот плавно из прогноза на 25 год вы получили очень, мне кажется, интересное содержательное обсуждение по флагам, по символам. Я навел, наверное, есть бы то, что я хотел бы сказать напоследок, и, наверное, то, что если спикеров тоже захочет что-то добавить, краткое, допустим, новогоднее слова на прощание, тоже будет такая возможность. Я бы действительно хотел бы из организационного напомнить, что посмотрим, не очень ясно, когда это, я уверен, что обязательно снова в формате сперта-аналитического клуба встретимся. и хотя все мы скоро хочется пожелать, да, там, несмотря ни на что хорошо встречать Новый год, я хотел бы еще раз вспомнить о тех-всех людях, которые в том числе в этом году были и на экспертном аналитическом клубе, но Новый год дома не встретят. Это и Алана Гебримриам, которая в феврале у нас в дискуссии участвовала, но сейчас в Питана были заключенным, Новый год будет встречать на Владарке. И, в общем, все наши коллеги из пресс-клуба, которые пока на вопрос о признании под заключенным дело еще не стало, судя по всему, тоже будут много встречать на Владарке. Всем этим людям условно желаю в первую очередь скорейшего освобождения. Это, наверное, в многом смысле главное, чтобы мы снова могли вместе с ними встречаться где-нибудь, вспоминать их имя только как вечеринок гостей сперта-аналитического клуба. Поэтому, да, чтобы не завершать на этой ноте, есть ли кто-то еще что-то хотел бы добавить именно из такого прощального в конце года и, может быть, с пожеланий. Ну, я добавлю. Друзья, очень приятно было поднимать все в этой дискуссии. Я понимаю, насколько изменилась наша страна и нам очень важно осмысливать это все и понимать для того, чтобы правильно действовать. Я вижу, что перед нашей страной открылись огромные перспективы. Желаю вам счастливого Нового года, добрых перемен, нашему коллеге Артему Шрайбену и всем остальным приятного аппетита. Курим, ругаем все равно. Да, Анатолий, Валерия. Ну что, тут же все просто. Новогоднее пожелание одно на всю страну, как мы все знаем. Ну, чтобы оно сбылось. Как можно быстрее. Как можно быстрее. А я присоединяюсь, Валерия, к вашему пожеланию. Всеми вот... Да. Все мы тут безусловно присоединяемся. Валерия сказала, что одно на всех. Хорошо, тогда, Антон, может быть, ты еще что-то хотел бы добавить, техническое или нетехническое или личное из пожеланий и объявлений на будущее? Да, наверное, присоединиться хотел тоже к этому единственному желанию. Ну что ж, тогда на такой очевидной, очевидной, важной ноте. Всех наступающим Новым Годом. До новых встреч в этом самом Новом Году, в Новой Беларуси, в новом всем. Спасибо всем, кто принимал участие в наших дискуссиях в этом году. Они были очень разные, очень и неожиданные. И кто же знал, что лето окажется не временем отдыха, а временем самых насыщенных экспертных клубов по времени еще не каждую неделю. Плюс в Новом Году наши темы будут тема быть и, безусловно, не меньше, но пусть они нас как-то только радуют. В общем, с Новым Годом, живее, до новых встреч. С наступающим!